Это не будет формальное движение, а действительно наполненное силой, чтобы в любой момент изменения были правильными. Следующий этап. До этого мы сделали что-то с шариком. Теперь следующий этап, когда шарик будет делать что-то с нами. Значит, смотрите, кладем шар и даем ему докатиться до кисти. Бросаем и останавливаем его здесь. Теперь останавливаем его около локтя и около плеча. Подбросили, поймали. Даже я рекомендую, начинайте с локтя здесь, тогда будет более вам понятно. Опасайтесь, единственное, что оно вам даст в зубы, потому что будет неприятно. Да, очень внимательно, осторожно. Практика такая требует от вас осознанности, внимательности, осторожности. Опять же, если попадет в зубы, значит вы заснули. Были неадекватной ситуацией. Значит, смотрим еще раз. Подбрасываем и покатили. Покатили. Как с левой руки, так и с правой. Обратите внимание, что рука двигается вперед тоже. Шар катится на меня, рука двигается вперед. Ну и прокатываем. Потихонечку, не спеша. Встраиваемся, да? Встраиваемся. Видите, он как мотоцикл бежит. Как этот есть, когда мотоцикл по кругу ездит? В клетке, да? Это очень похоже. Здесь вы можете круг проработать. Увидеть, как двигается внутри вас энергия, да? Как вы в нее встраиваетесь в ситуацию. И если шарик укатывается, улетает, то следуйте за ним вместе. Да, вот он раз. И я повернулся. Главное быть расслабленным, внимательным и осторожным. Это не требует, на самом деле, никаких усилий. Понимание себя, понимание шарика. И хорошее, веселое настроение. Теперь смотрите, переходим. Даже так. Шарик начинает катиться так. Мы переворачиваем руку, катим его по внутренней стороне. Во время движения переворачиваем руку. Видите, движение начинается отсюда, переворачивает и выкатывается. Видите, умение легко войти в ситуацию. Очень веселое упражнение, очень приятное, такое игровое. Единственное, что аккуратно. Ноги и зубы. Для тех, кто занимается тайцзе, очень важно помнить. Ноги и зубы берегите. Уже самое дорогое. Это очень стоит больших денег всегда. Ноги и зубы. Все остальное подешевле в медицине. И легко, видите, играем, почувствуем, как идет движение. И потом, когда вы будете делать движение уже какие-то формы или активные движения, вы будете чувствовать, как в вас все время втекает этот шарик. Это не будет формальное движение, а действительно наполненное силой, чтобы в любой момент изменения были правильными. Значит, следующий этап. Движение на раскрытие и закрытие. Значит, смотрите. Взяли первое движение и обняли себя плотненько. Прямо себя обняли. Своё творческое состояние обняли. И раскрыли. И обняли. И раскрыли. И обняли. Если вы хорошо себя обнимете, то раскрытие появится само. Если вы хорошо раскрылись, то захочется раскрыться. Вот оно должно быть естественным. Винское движение, движение защиты. Янское движение, движение раскрытия атаки. И потихонечку, мягенько следите за тем, чтобы нигде не выламывало вам руки и локти. Чтобы не было изломов. Чтобы это движение было комфортное. А комфортное будет, если вы все время будете чувствовать шарик. Вот этот вот, как он катится. Ну что? Катится. Отсюда катится в руках. Закрылись. Открылись. Закрылись. Открылись. Теперь сделали диагональное движение. Закрылись. Открылись. Закрылись. Открылись. Закрылись. Открылись. Поменяли. Открылись. Закрылись. И делаем движение Уже спонтанно чувствуете Где хуже работает Там и больше двигаемся Одновременно получается Что мы отрабатываем все удары боковые Кто будет дальше заниматься с оружием Это вам поможет Вот эти все удары боковые получаются Эти удары диагональные Если у вас, например, нету мяча Вы можете вполне взять два шара Это как ручка от мяча И прорабатывать все движения Как с мячом Это следующие этапы передач И теперь, когда мы закрылись Мы теперь сделаем движение Переходы Раскроемся, закроемся Закрылись Открылись Открылись Закрылись И поехали двигаться Изнутри и снаружи И меняем руки И меняем руки Все время Раз, два, три Почувствуйте раз И здесь вам хорошо Вот здесь хорошо вам И здесь вам хорошо И здесь вам очень хорошо И здесь вам очень хорошо И на основе этих движений Вот уже пойдут у вас потом Различные спонтанные движения Которые вы можете использовать В конце практики Всегда делайте Спонтанные движения Из всех Которые вы разучили Которые вы делали Чтобы получился Ваш танец личный Отпустите теперь Все, что вы научились И просто потанцуете Подвигаетесь И в конце, значит Когда мы сделали Эти движения Обязательно в конце практики Сделайте спонтанные Творческие движения Которые присущи вам Вот все, что вы сегодня сделали Попробуйте их соединить Подвигаться Покружиться Создать свой собственный стиль Раз Решить себе Позволить себе двигаться Так, как Ваше тело сегодня двигается Как ваши чувства сегодня двигаются Как ваше сознание сегодня течет Да, сделайте просто Удовольствие Ни о чем не думая Расслабьтесь Кто-то может быстро двигаться Кто-то может медленно В зависимости от вашего настроения Вот на этом мы и закончим Желаем вам творческого состояния Экспериментируйте Пробуйте Исследуйте Потому что Кто начнет заниматься Тот поймет быстро И тоже надеемся Что снимет какие-то свои видео Которые нас обогатят И всех порадуют Хороших занятий Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому